Итак, после заявлений господина Мантурова о том, что России хватит возможности производить продукцию, которой хватило бы на весь мир, подвалила очень интересная статистика. Так, производство автомобилей в России сократилось на 97%, автобусов минус 77%, тепловозы минус 63%, стекла в России стали производить на 61% меньше, стиральных машин минус 59%, холодильников меньше на 58% стали производить, грузовых вагонов минус 52%, электродвигатели Российской Федерации стало производить в два раза меньше, пассажирские вагоны 40%, пекарное оборудование 35%, насосов мы стали производить на 30% меньше и так далее и в том же духе. А там черная металлургия, строительство, нефтепереработка показывают рекордные спады промышленности и все это происходит на фоне бесконечных совещаний руководства нашей страны. Поручения, которые дают соответствия чиновникам и, естественно, заверения о том, что все необходимые решения своевременно приняты и все налаживается, все будет хорошо. 7 июня президент Путин заявил о том, что промышленное производство даже выросло на 3,9%, что безработица находится на рекордном минимуме за всю современную историю нашей страны. Заявили о том, что инфляция показывает уже не положительный, а отрицательный рост. Когда ты такой слышишь и видишь вот эту статистику, эти итоги, хочется спросить, а о какой стране говорит президент? Наплевать на них, на эти санкции, пошли нет подальше, все уже в прошлом мы со всем справились и чувствуем себя уверенно. Но понимая, что народ достаточно быстро прозреет и увидит, что все это только на словах в реальности промышленности производства катится в пропасть, своевременно руководство страны делает заявление о том, что импортозамещение это не панацея от всех бед. И мы вообще-то не собираемся заниматься исключительно импортозамещением. Это означает, что они вообще не будут заниматься импортозамещением. Медведев говорит о том, что это вообще оскорбительное слово для нашей страны, ну и для него в первую очередь, потому что столько шума было и в конечном итоге ничем не закончил, столько деньги освоили. Но на минуточку доля промышленности в структуре ВВП почти треть от общего числа, это 40 триллионов рублей. Там задействовано более 20 миллионов граждан нашей страны, десятки миллионов рабочих мест. И все это сейчас находится под угрозой. Субтитры создавал DimaTorzok